Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Для начала коротко о главном. В Карагандинской области в районе села Ростовка упал частный спортивный тренировочный самолет. С подробностями с места событий Сергей Журавлев. Песня «Зажигает огнетрудовой пароход» была хитом 60-70-х годов. О том, кто же написал эту песню, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Волна праздничных мероприятий прокатилась по всей стране. О том, как отмечали День столицы в Караганде, расскажет Марк Бешко. Авиакатастрофа в районе села Ростовка потерпел крушение частный самолет. Пострадали 4 человека, погибших нет. С места события Сергей Журавлев. Вчера в районе 7 часов вечера недалеко от села Ростовка потерпел крушение частный спортивно-тренировочный самолет, на борту которого находились 3 пассажира и пилот. По словам транспортного прокурора области Аблаева Ордобаева, самолет не получал разрешение на взлет, но несмотря на это выехал на взлетную полосу и при разгоне перед взлетом перевернулся. По данному факту Караганинской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 295, часть 4. Это за нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас следствием проводятся необходимые следственные действия и в ходе следствия будут выясняться причины случившегося. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Тимиртау. Позже один из них по личной просьбе был переведен в областной медицинский центр Караганды. Двое пострадавших находятся в травматологии, а один в нейрохирургии. Пострадавшие были с черепно-мозговыми травмами и различные травмы скелетные. Состояние стабильное на данный момент. По словам медикам, все пострадавшие поступили в среднем состоянии и на данный момент категорически отказываются общаться с кем-либо кроме докторов и родственников. На данный момент состояние больных стабильно, их жизнь ничего не угрожает. Сергей Журавлев, Жаслана Мандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский. При восстановлении коксохимического производства после аварии на Арселон Миттл Тимиртау погиб рабочий подрядной организации «Имсталькон». Трагедия произошла 5 июля вечером. Подрядной организацией «Имсталькон» проводились работы по сборке самоходного гусеничного крана. При его монтаже стрелокрана упала вниз и незакрепленная крюковая подвеска ударила монтажника по голове. В результате чего он получил смертельную травму, сообщает Бьюниус Кейзет. Монтажнику, который погиб на коксохимпроизводстве, было 27 лет. Нужно отметить, что с начала года это первый несчастный случай со смертельным исходом на предприятии Арселон Миттл Тимиртау. В данный момент ведется расследование совместно с прокуратурой, департаментом по ЧАЭС в городе Симиртау и отделом по труду и соцзащите населения. Они устанавливают причины и разрабатывают меры. Как только оно будет завершено, мы его обнародуем. В доме по улице Язева ружится крыша. Часть кирпичной кладки накануне обвалилась прямо на тротуар. Лишь в посчастливой случайности никто не пострадал. ЧП произошло 5 июля вечером. Кирпичному дому на углу улицы Язева и проспекта строителей больше 30 лет. Все это время, по словам местных жителей, здесь ни разу не проводился ремонт. Говорят, цемент, державший кирпичную кладку в верхней части фасада, размыло водой и несколько кирпичей упало на тротуар. На место сразу прибыли сотрудники ЧАЭС и полиция. Участок тротуара был оцеплен. В доме нет КСК, потому вся ответственность ляжет на самих жителей дома, говорят чиновники. Сейчас мы будем проводить сход с жильцами касательно разъяснения законодательства о жилищных отношениях, поскольку в данном случае жильцы сами виноваты в том, что не досмотрели за своим зданием, за своим имуществом, что по закону о жилищных отношениях они обязаны сами содержать и следить за своим имуществом. Отвечают за безопасную эксплуатацию. Жилищная инспекция с нами присутствует на этом сходе будет, и она выпишет предписание. Далее мы прервемся. На короткую рекламу не переключайтесь. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро, чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15. 42-42-21. Караганда с размахом отпраздновала 15-летие Астаны. На Каскадной площади и в этот день прошла грандиозная концертная программа с участием местных артистов и лауреатов многочисленных республиканских и международных конкурсов песни и танца. О том, как отмечала Караганда день рождения столицы, расскажет Марк Брюшко. Праздничный концерт на Каскадной площади, посвященный празднованию 15-летия Астаны, конкурсной игровой программы открыли творческие коллективы Дворца детей и юношества. Перед карагандинцами выступили уже полюбившиеся всем команды Джеронима, Волшебная страна и Бастрогай. Не обошлось в этом году и без сюрпризов. Одним из них стало чествование ровесников Астаны, детей, родившихся 6 июля, которым исполнилось 15 лет. Каждому из них вручили памятные подарки. Для меня это двойной праздник, мой день рождения и день рождения нашей столицы. В будущем я хотел выучиться на журналиста и пойти работать в нашу столицу Астану. Я хочу поздравить нашего президента, столицу, пожелать им всего самого хорошего, чтобы у них все было. Заместитель Акима города Ирина Любарская поздравила карагандинцев с праздником, пригласила на сцену старожил Караганды, отметивших в этот день свой юбилей. Им также были вручены подарки и памятные грамоты. Мне сегодня 65 лет и совпало с днем рождения нашей столицы. Я благодарна всем нашим устроителям этого праздника, что подняли нам настроение. Большое вам спасибо. Рядом со сценой на соседней аллее организовали фотосушку. Выставка на тему истории становления моей столицы привлекла масса народу. Однако меняться фотографиями в этот раз было запрещено. Взамен любой желающий мог бесплатно сфотографироваться на фоне баннера с изображением достопримечательностей Астаны. Директор Центра по работе с молодежью Биржан Алимжанов рассказал, что фотографии можно будет найти в интернете. Основная цель данной акции – это организовать небольшой экскурс для населения в истории становления нашей красивой столицы. На этом сюрпризы не закончились. На радость удивленной публики рядом со сценой на ревущем транспорте пронеслась группа карагандинских байкеров. На протяжении всего дня каскадная площадь наполнялась людьми. Праздничные мероприятия продолжились выступления местной самодеятельности, рэп-исполнителей и хореографических коллективов. Торжество завершилось праздничным салютом. С каждым годом День Астаны отмечается с еще большим размахом. Устроители придумывают все новые способы для того, чтобы развлекать публику. Счастливые и довольные горожане настолько привыкли к этой дате, что уже воспринимают ее как нечто существующее уже очень давно. А вот днем ранее активная молодежь города успела первой поздравить столицу с юбилеем, устроив яркий флешмоб. В нем приняли участие и наши корреспонденты. Молодежь города при поддержке партии Нуратан сделала такой необычный подарок Астане. Ровно в половине 12 вечера активисты вышли на площадь перед памятником шахтерам Штондыка и устроили настоящее шоу с бенгальскими огнями, музыкой и песнями. Мы собрались с ребятами с активной молодежью города Караганды и организовали маленькое шоу. Просто поскольку Астана является нашими соседями, мы решили сделать им приятное. У организаторов праздничного шоу есть свои причины, по которым они решили первыми поздравить столицу. Первые поздравили, потому что Карагандинская область является экономической и политической опорой нашей главы государства. Хочу поздравить, желаем всем крепкого здоровья, что процветание Астаны – это процветание всего Казахстана. С праздником, дорогие друзья! Изюминкой, причем довольно большой, был торт, в центре которого возвысился бойтирек. Его участники флешмоба и просто прохожие ели с удовольствием. Торт удался, на славу разобрали всем коллективам. Все понравилось, флешмоб. Торт съеден, танец исполнен. Организаторы мероприятия остались довольными, ведь участвовали во флешмобе не только профессиональные танцоры, но и простые прохожие. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Зажигает огни трудовой пароход. На авторство этой всеми известной песни претендуют многие люди в Казахстане. Однако настоящий автор – житель шахтерской столицы Толюбай Бекишев. Его, к сожалению, уже нет в живых, но рассказал о нем и его песне «Его родной брат». Эксклюзивный репортаж Амины Смаковой. Зажигают огни трудовой город мой. Я иду в этот час и любую с тобой. Эти слова сейчас исполняет брат покойного композитора Толюбай Бекишев, который был свидетелем того, как создавался этот музыкальный шедевр. Песня «Зажигает огни трудовой пароход» была написана еще в 1962 году младшим братом Толюбай Бекишевым. Слова и музыка рождались в течение года. Позже песня стала хитом 60-х-80-х годов. По словам брата композитора, тогда они и не задумывались об авторстве. Просто радовались тому, что трек звучит во всех уголках города и не только. Он писал на русском языке текст сперва Караганды, потом мы начали помогать ему переводом. И когда эта песня зазвучала в исполнении Жумовика Исаханова, это сестра моего друга, мы вместе учились, Исаханов Амангельда. Это получился очень такой про Караганду желанный такой мотив. Начиная с 2004 года, рассказывает Толюген Бекишев, авторство этой песни присваивал каждый, кому не лень. В последнее время даже дочь исполнительности хита доказывает, что автором якобы стала Жумовике Исаханова. Оказывается, это дело продвигала дочь, которая спела Исаханова в Жумовике. Ее дочь, говорит, это моя мама сочинила. Но она-то, конечно, не знает, как это было тогда, и ее и помине не было. Вот, поэтому я возмутился и заявил, хотел, чтобы люди знали ищеного автора этой песни. Правда, кроме памяти, брат композитора других доказательств не имеет. Ну, тогда в совхозе жили, они дети маленькие были. Он то заболеет, то туда-сюда. Не остались эти записи все, потом переехали, там все забросили. Ну, не придавали значения. Знают ли карагандинцы знаменитый хит, выясняли корреспонденты первого карагандинского. Дальми я это слушал, мне нравится. Нет, я эту песню не знаю. Нет, нет, не знаю. Не знаете? Нет, не знаю. Зажигает огни трудовой город мой, в этот час я иду и любую с тобой. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Алексей Спиридонов. Первый карагандинский. Караганда расширила свои границы. В состав города вошли поселки Кокпекты, Жанаул и специальная экономическая зона Сырой Арка. Присоединить населенные пункты было решено на внеочередной 21-й сети городского масликата. Сейчас Кокпекты и Жанаул административно относятся к Октябрьскому району, а территориально к Бухаржираускому. Из-за этого у местных жителей возникают проблемы с определением детей в садике, с обращением за медицинской помощью или решением коммунальных вопросов. Потому расширить границы и присоединить к шахтерской столице эти поселки – мера необходимая, говорят чиновники. Это позволит решить проблемы сельчан и увеличить поступление денег в бюджет. Состояние инфраструктуры требует ремонта водопроводных сетей, реконструкции водопровода, среднего ремонта автодорог с установкой опор освещения. При присоединении населенных пунктов Жанаул и Кокпекты возникает необходимость выделения бюджетных средств в сумме 750 миллионов тенге, в том числе разады – 664 миллиона тенге. При этом возможная годовая сумма налоговых поступлений в бюджет составляет около 7 миллионов тенге. В состав Караганды войдет и специальная экономическая зона СРРК, что за Майкудука. Сюда входят больше 50 предприятий по производству трубопроводов, металлоизделий и стройматериалов. При соединении СЭС к Караганде власти видят одни плюсы. Положительные моменты присоединения территории ССРРК к городу Караганде – это отнесение показателей социально-экономического развития металлургического кластера, инвестиции в основной капитал, создание новых рабочих мест в среднем 4500 человек, увеличение объемов промышленного производства, перспективные поступления налоговых платежей в бюджет города Караганды. Депутаты такую инициативу единогласно поддержали. Одобрили народные избранники и изменения в городском бюджете. Туда поступили дополнительный миллиард с лишним тенге. Часть денег направят на реконструкцию существующих сетей водоснабжения в сортировке и по улице Ленина. Все для того, чтобы жители этих районов не испытывали проблем с водой. Добрую часть средств направят на ремонт дороги по проспекту Бухаржирау. Помимо нового асфальта, здесь появятся ограждения вдоль трассы. Выполнение намеченных мероприятий по благоустройству города обеспечит нам функционирование автодорог и развитие инженерных инфраструктур, позволит сделать шаг на наш город более благоустроенным и красивым. Главное – обеспечить безопасность и жизнь здоровья наших жителей. Учитывая высшие изложенные, постоянная комиссия по вопросам самоуправления бюджета развития малого и среднего бизнеса рекомендует депутатам утвердить предполагаемые изменения и проголосовать за ответствующий проект решения. Ирина Камышова, Тулигин Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Сегодня начался священный месяц Рамазан. Он продлится до 7 августа. В этот месяц каждый верующий должен посвятить себя духовному совершенствованию. Как карагандинцы проводят священные дни, узнавали наши корреспонденты. Рамазан. Начало поста у мусульман. Верующие должны во время светового дня воздерживаться от приема пищи и воды. В этот период необходимо проявлять терпимость ко всему и всем. Учиться прощать обиды, стараться делать добро, помогать нуждающимся. Семья Абельдаевых – пример для подражания. Глава семьи Багдаулет – имам. Рост в семье верующих. С 12 лет держит пост и знает все о священном празднике. Каждый год мы держим Уразу. С моей стороны нет никакого давления на мою семью. Они держат Уразу по собственному желанию. Я их не заставляю. В Коране говорят, что нельзя заставлять это делать. Очень важно в Ураза Айд собрать родственников вместе и не выпускать их из дома. Считается, что в день празднования Уразы в дом приходят души умерших. По обычаю принято дарить подарки, угощать гостей традиционными блюдами. Супруга Багдаулета Асем к священному месяцу готовится тщательно. По шариату все продукты должны быть чистыми. Все продукты покупаем в специальном магазине халал. Я рано встаю, чтобы приготовить жидкие блюда. Готовиться к празднику – это обязанность каждой хозяйки. Уразу соблюдает каждый здравомыслящий мусульманин, достигший возраста полового созревания. Принято считать, что мальчики могут держать пост с 12 лет, девочки – с 9. В семье Бельдаевых трое детей. На зерке держат Уразу с 5 класса. Считают, что пост должны стараться держать и дети, и взрослые. Это хороший способ духовного очищения. Я каждый год держу Уразу. Даже если я болею, я все равно стараюсь держать ее. Мы знаем, что для всех мусульман это важный праздник. И взрослые, и молодежь обязаны держать пост. Как готовятся к священному празднику карагандинские мусульмане, и будут ли держать пост в этом году? С таким вопросом корреспонденты первого карагандинского вышли в народ. Обязательно. Это долг. Каждого мусульманина держать. Это обязательство. Желаю, чтобы все держали Уразу. И чтобы у всех, все дуа, Аллах принимал у всех все дуа, которые делают все намерения, чтобы все были хорошие, все деяния хорошие были. Динара Сартаева, Каират Рашитов, Алексей Спиридонов. Первый. Карагандинский. В день столицы молодые бойцы воинской части 54-51 внутренних войск Министерства внутренних дел Казахстана давали присягу на верность народу и родине. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Армия – это строгий порядок, подчинение приказам и устав воинской службы. Вместо родителей – отцы-командиры. Вместо утренней чашечки кофе – марш-бросок. Более двухсот новобранцев из пяти регионов республики стали бойцами воинской части 54-51 города Караганды. Их служба отличается от стандартных армейских будней. Помимо изучения воинских дисциплин, эти солдаты каждый день выходят на охрану общественного порядка. Это основная задача этой части. Благодаря бдительности и мужеству бойцов были обезврежены и задержаны опасные преступники, пресечены хулиганские действия, попытки хищения государственного и личного имущества. Солдаты этой воинской части не только борются с преступностью, но и обеспечивают спокойствие на всех масштабных мероприятиях, которые проходят в Казахстане и других странах СНГ. Москва, Баку, Кировоград, Ереван, Ленинакан, Тбериси – вот неполный перечень географических точек, где выполняли свой долг бойцы воинской части 54-51 за 47 лет существования этого воинского подразделения. Большая честь для новобранца влиться в этот прославленный коллектив. Мы сегодня принимаем присягу. От этой присяги не откажемся. Достойно будем служить. 15-летие столицы Казахстана – Астаны – это новый исторический отсчет развития нашего государства. Астана – великая эпоха и стратегический вектор Казахстана. Так назвал свое выступление по случаю празднования Дня столицы ее создатель – президент Республики Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Мы живем в эпоху Астаны. Мы не просто свидетели, но и строители новой столицы, новой исторической общности. Мы все видим, как можно было построить этот город за 15 лет. Это сколько труда, сколько инвестиций туда было. И как президент говорит, это всенародная идея строительства новой столицы. И что именно строительство столицы объединило наши народы в Казахстан. У каждого из нас есть свое понимание столицы, но каждый из нас ассоциирует Астану с Казахстаном, нашим общим домом. В Казахстанском пространстве из всех государств, которые были в составе Советского Союза, Казахстан единственная страна, которая рисковала перенести столицу на новый город. И сегодня, уже по истечении 15 лет, мы можем сказать с уверенностью, что этот эксперимент, рискованный эксперимент, все-таки оправдал себе. Астана – это не только столица нашего государства. Астана – это символ благополучия, надежности нашего государства. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal – Galvin Hercules. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. С чемпионата Азии среди юниоров, который проходил в Бишкеке, спортсмены Казахстана привезли пять золотых медалей, четыре из которых выиграли и наши земляки – Максим Локтинов и Аксем Сарскенова. Начавшаяся универсиада в Казани несколько оттенила победу наших спортсменов на чемпионате Азии среди юниоров. Тем не менее, победа окрыляет. Да еще какая победа! Тяжелоатлет Максим Локтеонов в своем весе сразу опередил своего главного соперника из Таиланда почти на 20 килограммов и завоевал в своей дисциплине все золото. Три медали. До сих пор сокрушается, что соперники оказались слабоватыми. Сейчас дальше победа должна быть. Потому что это всего лишь Азия. Надо чемпионат мира, Олимпиады готовиться. Это среди юниоров было. Я хочу на взрослом уровне уже выступать в следующем году. И поэтому сейчас надо будет тренироваться и тренироваться, чтобы достичь успеха. Его отец, он же тренер, Геннадий Алексеевич Локтеонов, уверен, что тяжелые минуты тяжелой атлетики позади. Можно надеяться на качественный рывок. И привел пример с Арсикеновой Асемой. Она вырвала 90 килограмм и проиграла по весу и заняла второе место в рывке. Толкнув 115 килограмм и выиграв в толчке, она выиграла в сумме. Хороший результат. Дело в том, что Асема давно шла к этому. У нее не получалось несколько лет. Но наконец-то это все свершилось. Четыре золота – это серьезный успех карагодинского спорта. Хотел сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. И посвятить эту победу президенту республики. Потому что у него был день рождения 6-го числа. Я выиграл медаль 6-го числа. Хотел посвятить победу день рождения президента республики Насултана Абишича Назарбаева. Так что флаг Казахстана поднимался в Бишкеке и в честь спортивных побед, и в честь дня рождения президента, и в честь юбилея столицы Казахстана – Астаны. Сергей Високосов, Марат Култенов, 1-й карагандинский. Карагандинский шахтер в рамках 18-го тура Казахстанской премьер-лиги по футболу принимал на своем поле Костанайский табол. При не самом высоком уровне игры карагандинцы все же смогли добыть 3 очка. Этот матч помимо турнирного значения также играл неотъемлемую роль в планомерной подготовке команды к матчам Лиги Чемпионов. Первый тайм хозяева поля явно проспали. Враг в передачах и даже фирменные стандарты не приносили ни малейшей пользы. Вышедший с первых минут старый новый полузащитник Аслан Дарабаев полностью провалил начало матча и был заменен еще до перерыва. На вторую половину игры шахтер вышел куда более собранным. На 56-й минуте, без сомнения, лучший игрок матча, колумбирец Рохер Канец поразил ворота соперников после подачи с углового. А точку во всех смыслах поставил Игорь Зинькович, реализовав стандарт исполняемый с белой отметки в центре штрафной. Пенальти Зинькович в этом сезоне еще не мазал. Мы сегодня в основном старались играть вторым номером, больше от обороны, потому что мы как бы знали, что пол играет в схожей манере с боте, то есть такие же передачи, но передачи через контроль мяча, и поэтому старались не только сегодняшнюю игру как бы сыграть, но еще такую хорошую тренировку провести перед матчем с боте. Также главный тренер Горняков отметил, что последним матчем перед Лигой чемпионов, который состоится за три дня до игры в Борисове, придется пожертвовать и отправить полурезервный состав из-за недопонимания со стороны алматинского клуба, который отказался переносить встречу на день раньше. С Кайратом будут играть в основном те, кто не задействовал, практически второй состав, потому что Кайрат не перенес нам игру, и 13 числа мы сыграем через два дня игра с боте, мы не успеем восстановиться, могут быть какие-то травмы. На этом у меня все, берегите себя и занимайтесь спортом. А я с вами прощаюсь, если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман Саубонсдар. Субтитры подогнал «Симон»